Друзья, всех приветствую! Сегодня я хочу поговорить об американском нишевом доме керосин. Я очень давно хотела познакомиться с данным брендом, потому что у Лука Турина парфюмерного критика, возможно, вы многие его знаете, и лично я люблю читать его книжки и его описание ароматов, так вот, у него достаточно большое количество представлено ароматов от данного парфюмерного дома. И мне удалось раздобыть три от Левантика и еще один полноразмерный флакон, о котором я расскажу в последнюю очередь. Хочу вам рассказать вначале о I know pleasures, или как это переводится, как неизведанное удовольствие. Знаете, что я хочу отметить вначале, перед началом видео, что мне очень понравились ингредиенты в данных ароматах. Я не могу это объяснить, но они звучат настолько натуралистично. А еще мне очень понравилось, что ароматы от бренда Керосин довольно изменчивы, и они действительно играют в течение времени, когда вы их носите. Я бы, в принципе, выделила, наверное, три основные стадии. Это старт, середина звучания и база, конец звучания. И они от стадии к стадии преобразовываются и звучат, меняются. И это меня на самом деле очень зацепило. За исключением моего полноразмерного флакона. Потому что там мне не показалось, что существует какая-то игра аромата в течение его ношения. Ну, ладно, об этом чуть попозже. I know pleasures. Неизведанное удовольствие. Аромат посвященный чаю. И, на мой взгляд, это так и есть. И он действительно гурманский. Для меня это очень гурманский аромат. Но при этом без всякой, знаете, липкой сладости и приторности. На старте здесь очень вкусный лимонный старт. Как будто, знаете, лимон с сахаром. Но, несмотря на ощущение, явное ощущение сладости, он вообще не липкий. И меня своей сладостью абсолютно не раздражает. Дальше появляется даже некая лактонность. И мне немножко даже жаль, что эта лактонность звучит не очень долго. То есть, на самом деле, я бы отнесла, что это вот где-то в самом начале своего звучания. Часа два-три. Ощущается некая лактонность. И вступает в игру именно черный чай Errol Grey. Он действительно здесь ощущается. И с большим количеством лимона. Как всегда, все записываю по поводу ароматов. Вообще, на самом деле, здесь довольно вкусная ваниль. И красивая древесная база. Я, кстати, наносила его сегодня на себя. И аромат, на самом деле, пережил ванну. Вот сейчас база очень такая милая. Слегка, возможно, такая мускусная. И древесная, карамельная, сладкая. Я бы вот так сказала. Но, опять же, хочу отметить, что сладость здесь абсолютно не зубодробительная. Например, как встречается в Монталь. Или ежесним. Вот здесь это все настолько, знаете, выверено, красиво. И очень мило. Вот этот аромат я бы очень хотела себе в коллекцию. Из всех имеющихся. Хотя, на самом деле, все ароматы интересные. Но с учетом стоимости флаконов приходится иногда выбирать. Следующий аромат, про который я хочу вам рассказать, это Dirty Flower Factory. Как же это переводится? Грязная цветочная фабрика. Фабрика грязных цветов. Вот так. И на старте мне... На самом деле здесь очень яркий жасмин. Здесь содержится еще цветок апельсина. Но для меня звучание именно жасминовое. И он такой яркий, даже ядерный, я бы сказала. Но для меня без индольности. Здесь нет этой индольности. И опять же, аромат... Возможно, даже жасмин с некой там туберозой. Хотя, не помню, тубероза здесь заявлена. Тубероза здесь нет. Но вот, кстати, роза. Действительно, это перемешка розы и яркого жасмина. Я думаю, любителям цветочных ароматов, особенно жасминам, возможно, данный аромат понравится. В нем есть даже некая такая тоже сладость медовая. Это, знаете, как ощущение, как будто... Надеюсь, все смотрели фильм «Парфюмер». Или знаете, как делаются ингредиенты масла из цветового. Знаете, это вот такое ощущение, что как будто собранные цветки жасмина положили на мед и получили жасминовый мед. Но опять же, несмотря на яркую жасминовость и сладость, я бы не сказала, что аромат приторный и липкий. И вот в нем все только... Также, на мой взгляд, слажено, уютно даже бы сказала, но довольно ярко. Поэтому вот этот аромат, наверное, подойдет людям, кто любит довольно яркий аромат. А вот в третью стадию своего звучания, и знаете, начиная к концу, ближе к концу своего звучания, этот аромат мне нравится больше, потому что, на мой взгляд, цветочные акценты уходят на задний план. И аромат уже создает некое ощущение ароматов чистоты. И вот тут у меня даже немножко возникает некий диссонанс с названием «Грязная цветочная фабрика», потому что в базе это такой уютный аромат чистоты. И я бы даже сказала, знаете, возможно, вот цветки апельсина здесь уже слышатся, но я больше слышу даже не цветки апельсина, а нироли, которые вот именно те, которые я люблю, которые создают ауру стирального порошка, от чего-то чистого. Очень тоже интересный аромат, если бы, конечно, они не были такими дорогими, и не большими флаконами, к сожалению, по-моему, насколько мне известно, они продаются только по 100 мл, а это очень много, на самом деле, для моей коллекции. Следующий аромат, про который я хочу вам рассказать, это «Sweetly Noe», сладкоизвестный. И это для меня, я очень надеялась, что этот аромат почему-то мне больше всех понравится, но это не совсем так. Для меня здесь очень много кардамона. Это просто аромат, посвященный кардамону, на мой взгляд. Хотя на старте мне немножко даже пахнуло ёлками, но потом это всё забивается кардамоном, причём сладостью. Я его тоже наносила сегодня. Сладостью такой, знаете, сахарной, как знаете, как петушки на палочке, вот так бы я сказала. Вообще, в раскрытии аромат мне даже отдалённо чем-то напомнил лорда «Беспорядка» от Lush. Единственное, что вот этот аромат, он, конечно, знаете, более такой, знаете, более изящный, не такой громкий и не такой беспорядочный, как лорд «Беспорядка» от Lush. Вот этот более выверенный. Но кардамон здесь, конечно, очень яркий. И он звучит прямо на протяжении всего звучания аромата на коже. Тоже довольно стойкий. И в базе склоняюсь, знаете, к такому ощущению, что некие такие сахарные карамельки. И опять же, несмотря на сладость, которая здесь явно ощущается, я вот не могу сказать о том, что здесь она такая зубоотробительная. Нет, сладость здесь опять такая мягкая, приятная и абсолютно не бесячая, по крайней мере, для меня. И аромат, который у меня в полноразмерном флаконе, это «Follow», следовать, посвящён кофе. И что сказать, знаете, ну, это аромат про кофе. Я хотела показать, как на самом деле эти ароматы продаются. Вы знаете, они идут без коробок. Они идут вот в таких вот мешочках. Здесь представлено название аромата и его ноты. Так что вот в такой мешочке приходит вот такой вот большой кубик. Здесь на нём такая металлическая плашка. Действительно, это как бы мне довольно симпатично. Хотя крышка очень простая и без магнита. Но это аромат кофе. Это самый натуральный кофе, который я когда-либо слышала. Но я не знаю, возможно, это зависит от годов выпуска. Я читала на фрагрантике, что многие говорят, что аромат сладкий. Так вот из всех ароматов, которые мне удалось попробовать, «Follow» — это самый не сладкий аромат. Мне в нём нет абсолютно сладости. Я бы даже сказала, что он чем-то похож на «Артопрофуме». Сейчас, секунду скажу, как называется аромат. Velvet Rouge. Но керосин мне нравится больше, потому что, опять же, он, знаете, он как-то мягче, как-то приятней. И вот это единственный аромат из тех, которых я попробовала, который особо вообще не меняется. То есть он звучит натуралистичным чёрным эспрессо для меня, без сахара. Мне даже кажется, что, несмотря на то, что, в принципе, он мне симпатичен, но если объективно подходить к этому аромату, я бы сказала, что он всё-таки унисекс с мужским уклоном. У него довольно такое брутальное звучание, потому что действительно такой, знаете, чёрный натуральный кофе. И больше я ничего не могу сказать. То есть это чёрный натуральный кофе абсолютно без сладости. Сладостей в нём нет абсолютно. Поэтому я, на самом деле, его приспособилась смешивать с ароматами от Zero Molecule La Lao, или который про ванильный бисквит, всё время забываю его, сложно выговариваемое название. И вот тогда для меня этот аромат идеальный. А так это просто маленькая чашечка чёрного несладкого кофе. Так что, друзья, если вы ищите и всё ещё не нашли кофе, но для меня на сегодня фоллоу, на самом деле, это аромат, который я ставлю на первое место по звучанию именно ноты кофе. А на второе место у меня сдвинулась Arca Away. Хотя там кофе мне тоже нравится. Но вот с фоллоу они абсолютно не похожи, потому что Arca... Acra... Acra Away. Он на самом деле, знаете, он для меня... Это больше сливочный капучино. В нём присутствует эта сладость и некая такая лактонность. Вот в этом аромате этого абсолютно нет. То есть это просто чёрный эспрессо без сахара. Вот так, друзья, вот с... Я ещё, кстати, познакомилась с несколькими, с тремя ароматами. Ну, мне удалось их попробовать только единожды, но давайте я вам расскажу, вдруг вам тоже будет интересно. Это Broken Therios. Обязательно подписываю название. И это очень красивый, смолисто-амбровый аромат. Мне он тоже очень понравился. Даже я была готова его, наверное, приобрести, если бы он у кого-то появился. Но с ним есть одно но. Потому что в нём содержится ут. И ут в конце раскрылся на мне какими-то какашечными акцентами. Это действительно, знаете, как бы... Это настолько ощутимо. Я бы не сказала, что это противно. Но ощущение какашек в базе меня, на самом деле, от этого аромата оттолкнуло. Следующий аромат это Root Elements. Это ут с лавандой. Вот этот аромат мне понравился больше, несмотря на то, что в нём тоже содержится ут. Я бы сказала, что он здесь больше древесный. И это ут с лавандой. То есть это что-то древесное с лавандой. Но мне бы этот аромат хотелось бы перед покупкой, если бы я принимала решение ещё бы раз его попробовать. Потому что, ну, первые впечатления, вроде как бы они меня восхитили. Но я не совсем до конца поняла этот аромат. Ещё один аромат, который мне очень понравился. И мне кажется, он очень понравится любителям не роли, но не типичными, знаете, такими ядерными. А те, которые такие с ощущением цитрусости, с ощущением яркого лета, чистоты, вот я обожаю такие нероли, которые не стучат по голове. Это Pretty Machine. Там действительно ощущается... И вот мне этот аромат понравился, насколько он играет. То есть там есть вот эти нероли с апельсиновыми тонами, и липовый цвет угадывается, и жасмин. Он настолько, знаете, позитивный за счёт вот этих своих апельсиновых и лимонных акцентов, вот этой своей цитрусовости. И при этом там явно угадывается липовый цвет. Правда, звучание его довольно недолго, но вы обязательно, если вы его попробуете, мне кажется, вы обязательно поймёте, именно вот когда он начинает звучать липовым цветом. Мне настолько понравилось, что этот аромат вот так меняется в зависимости от его раскрытия. И это меня на самом деле впечатлило в керосине. Но вот за исключением фоллоу, который у меня оказался в полноразмерном флаконе, потому что здесь особого раскрытия я абсолютно не заметила. И это немножко грустно. Ну вот на этом, наверное, я хочу завершить свой небольшой видеообзор по бренду керосин. Хочу сразу сказать, что да, мне очень бренд понравился. Я бы с большим удовольствием познакомилась бы ещё с большим количеством ароматов у этого бренда. Но цены у этого бренда очень сильно кусаются. И, конечно же, наверное, приобретать его флаконами я в ближайшее время вряд ли буду. А так, друзья, очень интересно, какие у вас есть любимчики среди этого бренда, если вы с ним знакомы. Что из перечисленного мной вы знаете. Делитесь впечатлениями очень интересно. Но вот кофейная и чайная история, мне кажется, у бренда просто очень, ну реально гурманско-красивые. И несмотря вот на свои гурманские акценты, ароматы кажутся вполне такими, знаете, приятными. И, на мой взгляд, их вполне можно носить даже в повседневной жизни. Вот это мне очень понравилось в этом бренде. А так, друзья, всем большое спасибо. И скоро увидимся. Продолжение следует...